На этом месте в 18 веке размещалась южная часть крепости Старая Самара. После того, как она потеряла свои защитные функции, ее демонтировали. А место засыпали мусором и навозом. Во время строительства Фрунзенского моста здесь были найдены старинные предметы. За возможность работать здесь боролись лучшие археологи страны. В итоге торги выиграли москвичи и сейчас они уже приступили к работе. По мнению специалистов, находка обещает стать сенсационной. Фундамент здания, по мнению археологов, датируется 19 веком. Его еще предстоит исследовать, обработать, извлечь артефакты. По предварительной версии историков, это остатки торговой точки на рыночной площади. Почему мы говорим, что это не ранее конца 19 века сооружение и оно, соответственно, не связано с Самарской крепостью? Потому что оно находится как раз на тех темных слоях засыпки оврага. 2200 квадратных метров попало в зону. 1500 метров это раскопки и 700 метров это наблюдение. Были получены в Москве министерскую культуру открытые листы на право проведения таких работ. Монеты, нательные кресты, орудия труда, фрагменты керамики, стеклянной и фарфоровой посуды. В общей сложности археологи уже извлекли не менее 25 тысяч находок. Самая древняя из них – монета эпохи Петра, примерно 1714 года. Некоторые монеты практически не считаются, но по форме, по весу мы можем определить, к какому времени они относятся. Ежедневно на этом участке трудится около 45 человек. Глубина раскопа достигает 6 метров. После того, как здесь закончат все археологические работы, находки сдадут в музей, а затем продолжат строительство развязки Фрунзенского моста. Мы проводим охранно-спасательные работы непосредственно в зоне строительства. По итогам археологи подготовят научный отчет. Его отправят не только в местные органы охраны памятников архитектуры, но и в Москву в Институт археологии. Работы должны завершить к 1 сентября. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События.